Ля-ля! Меня зовут Самойленка Наталья, и вы на канале Репейник. Уже как два дня, два или три, закончился фестиваль. Он был классный, он был запоминающимся и не похожим на все остальные. И вот уже который день, по окончанию чемпионата, у нас был маленький такой, небольшой чемпионат, задумывавшийся как юмористический, а в итоге как получившийся очень настоящим, живым. Скипели страсти. Вот-вот казалось, что сейчас дойдет до драки, но сады получились. Хотя команды иногда нарушали правила. И нам стоило больших усилий просто отпустить ситуацию и посмотреть, что получилось. И это было невероятно. А самое невероятное было представление садов. Мы попробуем уже своими силами сейчас это восполнить. Такого театрального представления не было ни на одном конкурсе, не было ни на одном чемпионате. Это было что-то невероятное. Когда команды представляли свои сады, порой бежали мурашки по коже. И я думала, кто же это все придумал? А потом я вспомнила. В прошлом году вот этот вот сад, который мы оставили и не разобрали. Ну, потому что он год просуществовал фактически без ухода. И он оказался очень таким душевным. Именно с этой командой, Екатериной Алексея Коноваловых, все и началось. Это была задумка возвращения геолога из долгой-долгой командировки. И я когда смотрю на вот этот вот кусочек, я чем-то напоминаю. Он напоминает немой сад, который заросший, который иногда нужно пробираться сквозь дебри. Но очень родной, и есть ощущение, что тебя ждали. И это потрясающий сад. И спасибо вам, ребята, потому что, похоже, именно вы положили новую веху к презентации своих садов. Иногда после долгой дороги возвращайся домой, и у тебя заросший вход. И с одной стороны тебе очень печально, потому что дело твоих рук зарастает. А с другой стороны ты понимаешь, что ты дома. И это потрясающий сад. Вы обратите внимание, насколько он спокойный. Вот он, цикроцветковый мискантус. Он должен быть агрессивным, но он ведет себя вполне деликатно. Пальмолистная сока, в которую вплетен лиатрис. Здесь на ранний весенний период есть можжевельник там эрисцифолия. Лиственница узкой формы, и мы будем ее немножко подстригать. И, в принципе, она будет держать себя в рамках. Кровохлебка. Обязательно гортензии. В конце концов, сад делался на фестивале гортензии. Он очень родной. И показатель того, что этот сад получился, был тот факт, что очень много людей хотели пройти насквозь него. Они хотели соприкоснуться с маленьким чудом. И мне кажется, это получилось. Саду год. Вот так вот выглядит годовалый сад. И все же с болью в горле мы те сегодня вспомнили. Изгиб гитары желтый, ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую выть.